Анимация с нуля в Adobe H-Animate Меня зовут Фёдор Васильев И в этом уроке мы с вами научимся делать бомбу 3D модель Как сейчас вот у вас на экранах Вот этот тягач Если я проведу по нему мышью Он останавливается Вожу мышью влево-вправо Наша машина движется Также у нас имеются кнопочки Если я нажимаю вращение Объект начинает вращаться Если задний ход Ну в принципе это просто реверс Назад Если просто назад То вращается по кадру В следующую другую сторону Нажимаем вращение Вращается опять Использовать это можно где угодно Это может быть вместо машины Какой-то ваш продукт Вы научитесь это делать А потом вы сможете вставить это В любой лендинг или сайт Итак давайте Для начала рассмотрим что я сделал На самом деле 3D модель Была в видео формате То есть это видео файл Я его обрезал так Чтобы объект Сделал оборот в 360 градусов И далее видео файл Я перекинул в фотошоп Итак открываем фотошоп Открыли фотошоп И видео файл просто перебросили сюда В дополнительных материалах Я приложу это видео Что мы делаем У нас по сути Мы просто разобьем на кадры Наш видео фрагмент Значит перекинули видео Дальше идем В файл Экспортировать А дальше экспорт видео И такие настроечки мы видим Вот здесь вот обязательно Задайте какое-нибудь название Латинскими буквами Не русскими И лучше потом подставить В конце названия единицу Вот конечный результат Я разбил это видео У меня получилось 35 кадров Я просто вставил Вот в имя Вот такое название Для удобства Лучше использовать В конце какие-то цифры Точнее у меня По-моему был вот так вот 001 А нули уже сами там подставились Дальше Выбирайте папку Выбирайте папку туда Куда Ваше видео разобьется на кадры У вас на компьютере Здесь Вложенность Вот эта галочка По кадрам Ничего не трогаем Дальше Не трогаем JPEG оставляем Кликаем настройки В моем случае Я выставил вот так Здесь оставил так Вот ширина и высота Моего ролика И вот здесь Кадр секунды Поставьте 5 А дальше Нажимаем Рендеринг После этого я зашел в папку И у меня получились Все кадры То есть наше видео Разбилось по кадрам Далее открываем Далее открываем Адоби H-Animate Сцена 864 на 742 Если делаем По моему примеру Сразу добавим скрипт Возьмете его в папке С уроком Создаем первый Ректэнгл Делаем во всю ширину Stage Называем его Контейнер И убираем Делаем его прозрачным Теперь давайте повесим Код Идем в папку С уроком И находим Код Полностью его Копируем Stage Composition Ready И вставляем Итак Мы с вами создали Ректэнгл Контейнер Вот его название Прописано Так что обязательно Если вы там Задали другое название Меняем его вот здесь И вот здесь вот Нужно быть внимательным Да Вот у меня Получилось 35 кадров С моего видео Здесь нужно не ошибиться Выставить точное название Каждого кадра Мое название На выходе Имело вот такое вот Images Это там Где лежат папки Если вы повторяете За мной И берете материалы С папки проекта То у вас тут Никаких сложностей Не возникнет А если вы делаете Свое Какое-то Видео Модель Соответственно Вот здесь вот Обязательно Кавычки Все соблюдать Нужно Запятые Имиджи Составляем Потом Косая черта А вот Потом идет Название Точка JPEG То есть Вместе с расширением Название Вашей файла Как я уже говорил Когда вы в фотошопе Делали рендеринг Нужно было указать цифры Да Вам будет так удобнее Ориентироваться Какой кадр За каким идет То есть Вы например Какое-то слово Написали По-английски Постали единицу Тут Там как-то Подставится 001 И так далее И вот у меня тут Идут Последние нули Потом 1 2 И вот так Далее Я выставил У меня получилось Вот видите 35 кадров Если в вашем случае Появится больше кадров Тогда просто Копируете Например Нижную строчку Ниже И ее вставляете И потом Заменяете Вот это Значение Тут будет уже Например 36 Думаю Здесь понятно Дальше Вот идет размер Нашего стейч И нашего изображения Здесь также можно менять Если у вас больше Или меньше Фреймов 5 Мы задавали в фотошопе И давайте посмотрим Есть еще такой Frame Time В оригинале Сейчас вы видели 80 А что будет Если поставим 10 Это будет скорость Вращения нашего объекта Давайте я обновлю страницу И посмотрим Что такое Frame Time 10 Смотрите Просто Очень быстро Движется наш объект Да Чтобы вы просто понимали За что отвечает Вот этот вот Frame Time Да А дальше Вот этот вот Код Ниже Это все Кнопочки наши Здесь также имеются Названия Поэтому чтобы Лишний раз Не тратить наше время Мы будем называть Кнопочки Такими же названиями Да То есть Нижние переключатели Вот эти черные И так У нас есть 4 кнопки Давайте Создадим 4 Ректангл Зададим цвет Как в примере Черный Ну а ставим так Выделяем нашу первую кнопку Она у нас выделилась здесь Меняем ее название На такое Да Чтоб самому не писать Прямо в коде Копируйте название Она вот здесь находится Выделяем следующую кнопку Это у нас вращение Переименовываем Выделяем третью И четвертую Теперь давайте пропишем Каждой кнопке название Выделяем Первую Берем текст Пишем здесь назад Текст у меняем цвет на белый Чуть-чуть увеличим И текст переносим Так чтобы она была Как бы в контейнере На данной кнопке Думаю здесь не сложно Создайте Еще 3 названия Для данных кнопок А я пока поставлю на паузу И заполню Здесь то же самое И так Я быстренько набросал Название на кнопочке Вы можете тут сделать аккуратно Тут главное вам показать Как здесь все устроено Вот смотрите У каждой кнопки У вас теперь должно быть Как у меня Вот здесь вот Сам ректангл Является контейнером Для текста Вот таким вот образом Все с кнопочками Мы закончили Думаю С кодом вам Здесь все понятно Я сейчас просто Закину те же изображения И у меня уже должно Все заработать Опять повторюсь Если у вас какие-то Свои изображения И у вас их больше Чем 35 Или меньше Меньше То есть вы просто удаляете Лишнее Вот у вас например 20 кадров получилось Вы вот это лишнее удаляете Просто-напросто Аккуратно Только вот это И здесь заполняете Только вот эти места Оставляя папку Вот это Images Это у нас путь До папки Где лежат изображения И очень важен Здесь порядок Как фотошоп Вам их вот Раскадрировал Ваше видео Так и должно Здесь быть подряд То есть сверху От нуля Или от единицы Как вы там задали И обязательно Расширение Точка JPEG Вот здесь Главное не ошибиться Иначе у вас Не будет работать Да И давайте просто Закинем Вот есть тут Image Нажимаем плюс Я открываю папку Прямо из своего проекта Вы можете сделать то же самое Для тренировки Контур А Выделить все И открыть И вот здесь Сразу видно их Да И расположение Смотрите Первое 0,0,0,0,1 Сверху Так и должно идти Да Проверяем Что они у нас все Ставят Друг за другом Чтобы не было скачков Рядом напротив В картинке Если кликнуть По треугольничку Можем просмотреть Исходное видео Да И так у каждого Итак Контур Энтер И у меня Видите Да Все получилось Единственные Кнопки Здесь конечно Ниже Стали и больше Сейчас мы их подвинем Просто я быстренько Тут набросал Они у нас Как видите Смотрите Они у нас работают Назад Вращение Задний ход Следующий Видите Все работает То есть В моем примере Кнопочки Поменьше Ровненько Я их выстроил Здесь Просто вам показать Ну думаю Здесь уже Вам понятно Выделяем Наши кнопки И повыше Да Обновляем Страницу Вот таким Вот образом Надеюсь Урок Вам был полезен Мне лично Очень нравится Вот эта вещь Надеюсь Вы найдете Хорошее Применение Данному Инструменту И увидимся Применение